Ты знаешь, что я вирус, после того, как мне не повезло с одним детьми? А с каким ты девцем? С Каплэр? Ну, я поссорился с правосудием. Ты с правосудием? Мы с ним немножко не повадим. Оно со мной плохо обошлось. И я так рассердился на нынешнюю неблагодарность, что решил больше ни во что не вмешиваться. Господи, что мне делать, какое принять решение, чем помочь беде? Никогда. С Каплэр, С Каплэр! Что мне делать, какое принять решение, чем помочь беде? Что мне делать, какое принять решение, чем помочь беде? Что нам делать, какое принять решение, чем помочь беде? Ну, ладно, расскажите вашу историю до конца. С Каплэр! Милый мой, С Каплэр! С Каплэр, я самый несчастный человек. Господин Оттав, что свалил? Лицо такое расстроено. С Каплэр, меня хотят женить. Меня хотят женить на дочери господина Жерланда. Да так все, что плохого. С Каплэр, ты не знаешь, что меня тревожит? Скажи, ты так углубляется. Что это такое? С Каплэр, ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Сделал меня неплохо справиться. Да-да, не так давно Леандр познакомился с одной молоденькой цыганкой и влюбился. Сударь, это я тоже знаю. А мы с ним очень дружны. И он мне познакомил с этой девушкой. И я согласился, что она красавица, да, красавица, ну, красавица, ну, хоть и не такая красавица, как казалось мне. Целыми днями, целыми днями он только о ней говорит. Кто? Как кто? Леандр кто? Целыми днями, ежеминутно, ежесекундно. Он воспалял ее ум, красоту, грацию и заставлял меня восхищаться ее островыми. Целыми днями. Не понимаю, почему он тебя делает? Как-то раз я провожал его к тем людям, у которых скрывалась его лозунь. И вдруг из одного маленького домика в глухом переулке слышим стоны и громкие рыдания. Спрашиваем, что случилось? Какая-то женщина говорит нам, что мы там обязательно увидим горе. И хотя люди горюют, нам абсолютно чужие. Но оно нас должно обязательно расстроить, если мы, конечно, люди не без сердца. Я не понимаю, почему он это ведет? Скопен. Я человек. Я не понимаю, почему он это ведет. Из любопытства я уговорил Леандра пойти и посмотреть, в чем дело. Входим, видим. Умирающая старушка. Бог. Да. А рядом с ней плачет служанка. И тут же молодая девушка. Такой редкой и трогательной красоты, Скопен. Я не понимаю, почему он это ведет. Вы нигде не встретишь. Другая на ее месте была бы просто уродом. На ней была какая-то ночная паточка и девчонка из простой бумазии. Но и в таком наряде она была вся прелесть. Вся восторг и плакала она так. Скопен, если бы ты ее видел, ты бы у нее просто бы сам. А с какой...